всем доброго дня с вами наталья еременко и канал машины из окрома сегодня хочу вам показать как сделать портфель или чемоданчик нам нужно сделать для доктора айболита но в принципе пригодится для всего чего угодно также можно сделать и портфель школьнику или как реквизит какой-то ватной игрушки у меня ватной игрушки такой нет я ни разу еще из ваты не делала сегодня с вами впервые будем делать вот но у меня есть вот такую я когда-то очень много лет назад делала ключницу вот такой вот чемоданчик я делала здесь вот мы сейчас попробуем изобразить то же самое только из ваты вот вот такой чемоданчик у нас будет значит для этого нам необходимо взять толстый кусочек ваты я два тоненьких оторвала но мне пришлось их сложить между собой да чтоб все-таки это толстое такое полотно было примерно толщиной в кожу до примерно плюс-минус то есть чтобы не как ткань вот вот такой толщины значит ширина у нас примерно но мы ее конечно будем потом корректировать вырезать например на значит 5 сантиметров шириной плюс-минус да и 9 сантиметров длиной вот такой кусочек ваты берем так берем разведенный клей pva и нам нужно ее промочить эту вату очень хорошо насквозь в принципе в принципе можно и не насквозь то есть она дополнить как раз этот объем запа заполнит давайте сейчас попробуем потому что изначально я подумал что сделать точно так же но внутрь что-то набить хотя можно попробовать сейчас сделать как раз таки другую сторону не промачивать сейчас попробуем что у нас выйдет значит одну сторону по волокнам промазываем клеем pva теперь нам нужно вырезать значит вот так до ширину у нас должен быть это ширина нашего чемоданчика который нам нужен не краешки срезаю у меня он по тому чемоданчику ой ой прошу прощения значит должен быть где-то внутри и 8 3 8 сантиметра примерно до около 4 так отрезаем вы смотрите какой вам нужен размер для вашего чемоданчика для вашей куклы для какой-то композиции смотря что вы будете делать так один краешек мы тоже хотя можно даже его не обрезать мы сейчас его промажем и с другой стороны чтобы нам его подогнуть так краешки я тоже немножко промазываю теперь нам нужно вот этот край загнуть так выровняем его так теперь мы его изгибаем смотрим да какой нам нужен квадратный прямоугольный я буду примерно делать вот так так он у меня будет доходить вот до сюда если это будет школьный портфель да смотрите может быть сделать вот так уголочком вырез этот краешек тоже хочу промазать у нас должен быть ровненьким его в принципе можно было бы и подогнуть если бы я взяла точную до длину которая нам нужна вот была бы мохнатая бы ее подогнула вот но так как я ее а можно сделать вот так то есть наоборот вот эта подогнутая сторона до чтобы она у нас ровненькая была то есть вот эту мы загибаем внутрь это у нас будет наружу вот так так значит внутрь нам нужно проложить что-то чтобы он у нас был не пустым вот я эти же до кусочки которые у нас от остались мы их и положим чтобы это все у нас не пропало даром кладем внутрь вот я думаю в принципе этого будет достаточно если хотите чтобы было потолще можно что еще что-нибудь подложить еще кусочек кладки здесь краешек чтобы не сильно он заходил так теперь нам нужно заделать вот эти краешки сюда мы еще ровные пластиночки ваты положим чтобы все это было у нас красиво вот так отрываем ровные кусочки ваты можно вот так открыть краешек нам нужно подогнуть один вверх вот здесь так все остальное мы сейчас срастим главное чтобы вот этот краешек у нас был ровным все вот это сращиваем вот так вот так вот так здесь нам нужно сымитировать да какие-то складочки для сами вот эти стеночки вот эта складка которая у нас будет вот так складывающиеся вот здесь мы это сделали теперь с другой стороны точно так же один краешек промазываем чтобы его подогнуть так кладем сюда чтобы ровненько он был у нас так это многовато по ширине теперь начинаем сравнивать можно это эти края и обрезать не обязательно их подгибать вот как я допустим здесь подгибаю можно их просто срезать ножницами так мне кажется они просто поплотнее держаться будут заглаживаю все чемоданчик у нас конечно не должен быть прям как с магазина да поэтому ничего страшного если будут какие-то там у нас да здесь складки лишние или что-то как будто там неровно это наоборот как бы придаст ему вид да уже ношеного чемоданчика так так и подгибаем выравниваем прям руками где что когда подсохнет если вам что-то не понравится да можно будет загладить уже что-то там заровнять но сначала нужно сделать форму и дать ей высохнуть вот а там уже посмотрите что там вам не понравилось так все сам чемоданчик готов теперь нам нужно сделать вот эти вот до ремешки для этого мы точно также рвем болотку длинненькую промазываем так чтобы они потолще были в общем то можно либо сразу же брать кусочек ватки потолще либо просто напросто вот так сложить так наша задача их вырезать вырезаем полосочки я думаю что приклеивать мы будем здесь значит досюда так краешки хочу сделать уголочками хватает так вот так кладем сюда когда мы его будем красить тонировать да будет уже хорошо виден рельеф сейчас его плохо видно вот эти краешки надо лучше всего тоненькими делать я сейчас это поняла все делаю девочки на ходу все впервые так как делала уже из кожи просто пример да у меня был перед глазами так теперь вот это место нам просто нужно пластиночкой ваты прикрыть мы сюда все равно еще будем помещать ручку так 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 чтобы они у нас не оторвались хочу еще вот так сделать длинненько длинненькими кусочками туда дальше загладить то есть по ремешку и туда назад нам же не нужно чтобы он у нас открывался закрывался правильно то есть нам важен вот этот рельеф этих хвостиков так 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 вот здесь перемычки я не знаю наверное уже делать не буду здесь наверное перемычки можно сделать здесь видимость замочков каких-то наверно так потому что там у меня просто они заправляются сделать как будто бы вот в эти перемычки вот здесь то можно в принципе так оставить можно просто будет нарисовать а можно будет в дальнейшем просто вот здесь вот квадратики приклеить да также вырезать вот из этой ваты вот чтоб не пропадала зря сейчас попробуем как это будет выглядеть но приклеить это надо будет когда уже они высохнут вот потому что сейчас на мокрую это все не приклеится нужно просто попробовать да так наверное будет выглядеть интереснее я сейчас просто сверху положу чтоб вы это видели вот вот но приклеивать это будем тогда когда они уже подсохнут значит вот такие узенькие можете выбрать просто любую картинку и просто на нее смотреть да и выполнять уже дизайн тот который вам хочется но я просто принцип вам покажу коснулась дело что нам нужно доктору айболиту какой-то чемоданчик в руки вот момент настал так так теперь ручку отрезаем проволоку шесть с половиной сантиметров для моего чемоданчика да так примерно делим напополам серединка так чтобы одинаково было так и вот так изгибаем такой штучкой теперь делаем вот здесь петельки вот такие эти петельки за них будет как раз держаться ну приклеиваться до сама ручка попробуем я не знаю как это будет держаться мы попробуем вот так это должно получиться такая штучка так теперь берем наш бумажный скотч и обматываем проволоку нам нужно чтобы потом у нас до прилипла эта ручка к нашему чемодану поэтому нужно обмотать обязательно можно ее на этом этапе выпрямить потом мы ее скрутим это мы определили саму длину до какая нам нужна нам важно замотать вот эти ушки за них и будет приклеиваться наш чемодан ну в смысле ручка к чемодану лишнее можно просто обрезать так теперь снова ее и сгибаем нашу ручку так и будем ее приклеивать вот так к чемоданчику то есть когда он у нас высохнет полностью да потом мы будем ее приклеивать но для начала нам нужно обмотать ее ватой это естественно берем тоненькие кусочки ваты так можно тоже сначала обмотать потом загнуть вот так в бутылочке у меня разведем клей заранее чтобы вот когда он у нас кончается в маленькой баночке что можно было сразу удалить а не разводить и продолжить немножко разлива ну вот теперь нам нужно дать ей высохнуть очень хорошо высохнуть так потом мы ее сюда приклеим крепенько-крепенько можно здесь оставить как будто это вот металлические вот эти вот штучки как покрасить они будет рельеф здесь создаваться и будут будет как будто бы такие металлические здесь плюшечки если не нравится можно просто пластами ваты вот так вот перекрыть я не буду перекрывать мне нравится этот рельеф я его оставлю оставлю так сушиться даже сделаю потолще так плохо намоталась сделаю потолще чтобы они выглядели рельефнее здесь можно пва погуще развести чтобы она покрепче зала застыла оставляем сушиться ну что наш чемоданчик медицинский почти высох в общем то он уже довольно крепенький но я чувствую что он еще там конечно внутри влажный но снаружи в общем то я могу его уже покрасить развела я краску коричневую и немножко черный хочу сделать его темно-коричневым приступим к покраске там где у нас было много пва там он плохо прокрашивается вата плохо красится там где пва попала густой имейте ввиду так чтоб на всякий случай чтоб сюрпризов не было но так как у нас чемоданчик как бы старенький то ему это будет простительно потому что мы бы все равно его состаривали не забывайте оставлять краску немножко да особенно сложные но здесь ладно коричневый с черным в принципе здесь не обязательно мы сможем такую такую же краску до развести если нам не хватит но если сложная да не забывайте откладывать в отдельную ячейку и прикрывать пищевой пленкой для того чтобы после высыхания все ватные предметы они начинают открываться вот во всяких щелочках складочках и вам может понадобиться еще эта краска на чтобы что-то докрасить я развела прям только-только хотя казалось бы много краски положила у нас еще эти не приклеились как следует наши кожаные застежки поэтому под ними можно сразу прокрасить потом приклеим когда он совсем просохнет как он у нас выглядит потерт от аспыла взяли в себя краску прям сильно впитали не он такой весь неоднородный как будто бы его трепали не один год этот чемоданчик для нашего случая это прям самое то так я возьму еще отдельно коричневой краски без без примеси черного и без воды и добавлю туда немного алой краски буквально чуточку и хочу сухой кистью немножко пройтись по этому чемоданчику по его выпуклым каким-то частям так кое-где вы уже знаете я люблю когда много оттенков это выглядит богаче изделия вообще надо подождать когда он просохнет но вот мне прям не терпится не терпится вот это прям поскорее сделать ну вот уже мне нравится так теперь набираю наоборот коричневую очень темную то есть беру коричневый цвет разбавляю водой и беру черный теперь буду оттенять наши вот допустим ремешки да вот эти все границы чтобы было видно их лучше по самым контуром либо вот просто по боковым частям вот этих вот даже ремешков так все оставляем его сушиться потом продолжим раскрашивать хочу еще немножко охрой пройтись сухой кистью да просто вот я попробовала да неплохо прорисовывает она немножко высветляет до рельеф и делает ну такой как бы объем что ли мне кажется именно объем дает выпуклость вот сзади на этой самой на спинке и здесь чуточку в общем у нас впадины да и вот морщинки внутри в глубине это темно-темно-коричневая а наоборот выпуклые части это у нас красные кое-где да и кое-где охра то есть просто так вот прошлись то есть красная больше к краям до окантовки а желтая больше к середине относится то есть не по краям а именно середина то есть она немножко выпуклость дает как вот терли его боком где-то да этот чемодан или вот этой вот спинкой ну все я думаю что много не нужно ну вот наш чемоданчик подсох по крайней мере верхняя его да вот эта корочка значит теперь нам нужно здесь поставить ему крестик медицинский нарисовать для этого я возьму алую краску и добавлю туда прям самую малость белый просто для яркости буквально грамму лечку добавление белой краски если самую малость добавлять да то она придает светимость повторюсь мало ли для новичков здесь рисуем крестик когда подсохнет этот крестик можно будет пройтись по нему еще разочек такой же краской чтобы добавить ему яркости потому что первый слой краски он всегда немножко уходит при высыхании как бы впитывается так в общем то наверное это у нас почти все единственное что я бы хотела добавить это на замочки на замочки добавить какого-то металлика либо золото либо бронзы сейчас посмотрим да наверное все таки золото оставлю потому что бронза бывает разных цветов но у меня бронза довольно темную ее просто не будет видно здесь так и вот эти вот боковушечки как будто бы они металлические тоже я их покрываю не плотно не целиком так как с потертостями ну вот собственно говоря и все наш чемоданчик готов теперь нам нужно будет под эти же цвета да с использованием этих же цветов раскрасить обувь нашему доктору айболиту ну чтобы это хоть как-то гармонировало да так что запоминайте цвета какие были фон коричневый с черным выпуклости по краям больше красного в середине желтая все впадины темно-темно коричневым ближе к черному и золотом какие-то да металлические детали ну на этом все наш чемодан готов так сейчас все проверим да все все окей вот такой чемодан ну все кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал с вами была Наталья Ереженко и канал Машина из окрома всех целую всем пока и а и и и и и и